Портал fb.ru расскажет вам о давно забытом происшествии, как гигантский сом утащил Екатерину под воду. Все знают, как опасно плавать в водах Амазонии, в реке Нил и подобных местах, где есть крокодилы, пираньи и акулы, отчего у европейцев стынет кровь в жилах. Но многие забывают про речных монстров России, Украины и Белоруссии, а также других стран. В наших озерах и реках водятся сомы, вырастающие до устрашающих размеров. Обычно хищная рыба вырастает до 3,5 метров и весит 250 килограмм. Но зоолог из США Дэвид Биллер уверяет, что некоторые экземпляры достигают длины 6,5 метров и весят под 600 килограмм. Случай произошел в 19.00 в середине августа 1997 года. Влюбленная пара прибыла из Тагила под Ростов, откуда молодые люди отправились на дон к родственникам, чтобы провести с комфортом медовый месяц. Ну, как обычно, купаться, загорать и отдыхать. Молодожены по приезду перекусили у родственников, прихватили лодку и поехали на берег, поскольку Екатерина любила понырять на глубине. Молодые люди надули лодку, запрыгнули и погребли веслами подальше от берега. Катя быстро разделась и осталась только в купальнике. Она спешно нырнула в воду и вальяжно поплыла по реке. В это время муж Вадим восхищался красотой своей жены. Катя была маленького роста и весила не больше 50 килограмм. Девушка была похожа, словно на ребенка. Екатерина наслаждалась плаванием, а горячие комплименты Вадима не утихали. Донские челюсти не пощадили девушку. Катя отплыла от лодки примерно на 10 метров. И внезапно под девушкой забурлила вода. Это было похоже на водоворот. В один момент из воды показалась большая пасть. И донской гигантский сом схватил девушку за туловище и погрузился под воду. Это произошло за несколько секунд. Вадим даже не успел ничего понять. Что вообще случилось? Что говорил позже Вадик? Я настолько сильно оцепенел, что даже не смог пошевелиться. Нет-нет, я не испугался. Просто это было неожиданно. В лодке еще лежали вещи моей жены. Чувствовался запах ее духов, витающий над водой. Я был потрясен, что какая-то огромная рыбина утащила Катю. Я было хотел нырнуть вслед за женой, но меня остановил инстинкт самосохранения. Я сидел и плакал. На тот момент уже вдовец Вадим мгновенно схватился за весло и поплыл к берегу. Быстро упаковал вещи и на большой скорости поехал в село. Прямо в милицейский участок. Там он в ужасе забежал в проходную и рассказал о случившемся. Вскоре собралась вся деревня на охоту за душегубом. Сотрудники милиции с местными крепкими мужиками поставили сети и стали ловить монстра, постепенно сужая расстояние между сетями. Как говорит начальник отдела, шансов на поимку гигантского монстра было мало, но чудо случилось. После многочасовой охоты мы поймали речного монстра. Когда сельские мужики крутили лебедку, почувствовали несоизмеримое сопротивление. Мы стали подтаскивать рыбу на мелководье, и когда подтянули рыбину ближе, мы оказались в ступоре. Такого сома я еще никогда не видел. Хищник дергался на мелководье и повалил на землю двух здоровенных мужиков. Начальник милиции хотел умертвить сама из стабильного оружия, но спустя пару минут толпа людей пришла в себя и бросилась на сома избивать, колотить и наносить удары различными сельскохозяйственными инструментами. В итоге обозленный народ фактически разорвал рыбу на куски. На месте после вскрытия рыбы в желудке обнаружили тело Кати, кислота еще не разъела тело. Поэтому опознать ее не составило труда. Рыбина по размеру была не меньше 5 метров, а вес неизвестен, поскольку не было возможности взвесить сама. К тому же население продолжало периодически изувечивать хищника, превращая его в фарш. А вы видели настолько больших рыбин? Давайте обсудим это в комментариях. Материал подготовлен порталом fb.ru. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok